в 2009 году вышла моя книга русский китай в ней я впервые изложил показал продемонстрировал ту самую карту на которой показал местности и соединил их чертой через которые проходит тот самый пулковский меридиан сегодня мы живем по гринвичу который проходит по англии но так было не всегда до 1986 года приблизительно жили совершенно по-другому и этот нулевой меридиан проходил через наш санкт-петербург в районе пулково что такое санкт-петербург вы все прекрасно знаете как переводится его название санкт это священный питер это ну как на сегодняшний день переводит камень бург это берег по-русски конечно но так это город по европейски получается санкт-петербург это город священного камня священный камень я много раз про него говорил это камень шантамаги на восточный манер на наш с вами манер это камень аллатырь это камень от которого начинается отсчет какого-нибудь бога в тот момент когда строили тот самый санкт-петербург отсчет этим городом был положен той самой вере религии которая была основана на велесе который является сам знаками зодиака или кругом прецессии это я уже вам говорил в предыдущем своем фильме посмотреть там объяснено а я возвращаюсь к острову змеиный так вот что интересно что я показал в той своей книге это то что этот пулковский меридиану проходит чудесным образом по самым священным местам сверху с севера он спускается он почти проходит там в районах минска но в определенных правильных районах кстати минск переводится как могила какого-то героя вот какого героя никто не знает на самом деле но город называется могила иногда говорят что минск это не просто могила героя а могила миссии поэтому так и называется в восточных странах арабского там египетского склада там меной то есть меня это была такая знаете мена это был такой термин которым обозначали как раз умершего мессию поэтому мена минск это как бы немножко пересекается, и в древности Минск был еще и Менском, это название было такое. И, кстати, в этом Минске якобы отрекся тот самый Николай II, который потом стал Георгом V. Дальше идут все эти киевские территории, и Киева, естественно, в те времена, когда это все выстраивалось, то есть это 17-16 века, еще не было, он, может быть, на последней стадии только в 18 веке появился, когда все это начинало уже работать. Но самое интересное, что этот нулевой меридиан дальше отражается на африканском континенте, он входит в этот африканский континент к востоку от Александрии, практически в черте города, но с допусками того времени это был город, его встречает тот самый колосс, который с факелом стоял в этой самой Александрии, он встречает этот самый меридиан как раз вот так, прям, прям, посмотрите на картах, это будет очень интересно. А дальше идет он через западную часть Каира и выходит на те самые три пирамиды Гизы, вот они стоят почти точно на этом меридиане, и, наконец, идет он туда на юг, выходит точно на храм Луксора, Луксор переводится это как храм света, это Лукс, Лукс это свет, храм света не солнца, а света, поэтому он где-то построен был примерно в конце 19-го, в начале 20-го века, храм Луксора. И дальше этот нулевой меридиан, он уходит еще дальше на юг, и в конце концов уходит в те места, из которых берет начало свое река Нил, а Нил это молочная река, Млечный путь, с ней же совпадал в определенные вещи, то есть это такая мифологическая река. Вот как построен этот был нулевой меридиан, каким странным образом он все это соединял, там я многих вещей не назвал, многих мест таких не назвал, вот как он все это соединял, вы понимаете, что это все было не случайно, и, конечно же, ни в какие, ни в древние времена, потому что тогда не было ни географии, ни приборов для таких строительств, ну и там масса всевозможных вариантов опровержения древних теорий Египта, я приводил их в своей книге «Загадки черной земли», которая посвящена как раз тому самому Египту. А вот теперь, что касается нынешнего момента, что интересно, что в Черном море вот этот самый нулевой меридиан, пулковский меридиан, проходит, проходил через тот самый остров Змеиный, и остров Змеиный являлся большим таким, знаете ли, кандидатом на пуп мира того времени, и, естественно, обладание островом Змеиным, оно проходило на таком уровне, что тот человек, тот царь, который со своей страной обладал этим островом, он считался, вот, знаете, великим магом, а сам этот пулковский меридиан, если все это переводить в магическую плоскость, он уже становился таким, знаете, олицетворением небесного копья Перуна. Я уже говорил, что на нем есть несколько копий, метафорических копий. Вот одно копье, это копье Перуна, которым он убивал Христа. Убивал Христа, помните, римский воин бил Христу туда, в печень, по-моему, или в селезенку, я сейчас не помню, по-моему, в печень, если так, под ребро. Так вот, это само побиение Христа, оно олицетворяет начало Нового года, которое сопоставимо с положением созвездия Валапас, а Валапас всегда изображался в древности тем самым копьем, которым он и тыкал этого самого, и тыкал этого самого нашего сегодняшнего Христа. А, кстати, очень интересный моментик такой, что вы, многие, наверное, видели, что ранние фазы Христа, ранние формы Христа, они всегда изображались в виде змеи, который был повешен, прикован, прибит хвоздем к Т-образному кресту, вот таким знаком вопроса. И многие не понимали, что это такое. А такую вещь, это прото-Христос был, но в образе Велеса, своего отца. Велеса – это отец Христа, и Велеса сегодня в Библии зовут Господом, Господь. Вот его как раз там типа крестили или прибивали к этому кресту таким образом, что Велес на небе является созвездием дракона, и это созвездие дракона, оно оборачивает начало координат, то есть полюс мира вокруг, и как бы видится, что если этот полюс мира мы берем как Т-образный крест, чтобы точку саму определить, то Велес вот так вокруг нее оборачивается. И вот в эту точку, в голову этого Велеса, отца сегодняшнего креста, тычет своим копьем тот самый Волопас. Он показывает начало пути прецессии, начало того самого старого варианта календаря, юлианского календаря. Вот что происходит на небе. А на земле некоторые начальники думают, что копье Перуна, копье римского солдата, еще там всевозможные копьи, они были как бы реальными, и что да, действительно их надо поискать, посмотреть, как они там веревочками обматаны, и они вам принесут счастье. Нет, счастье приносит не железное и не деревянное копье. Счастье правителю приносит то самое копье, которое выполнено на земле в форме того самого нулевого меридиана. Вот посмотрите, что у нас произошло. Как только в 1886 году снесли пулковский меридиан из того самого Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург перестал представляться более просвещенной столицей. Он перестал быть тем, чем он был на протяжении большого количества времени до этого. И последующая революция, она просто добила этот город, из которого в результате сбежало полтора миллиона человек, это показано на графике демографии этого города, как раз вот в эти времена, 17-18 годы XX века. Куда они прибежали? Они прибежали, естественно, туда, куда перенесли пулковский меридиан. В Гринвич, Гринвичский меридиан, в Англию. И вот эти все Романовы, почему произошла революция? Потому что Николай II, оставшийся без копья Перуна, вот этого, без копья Иисуса, без пулковского меридиана, он просто пришел и переместился туда, и стал Георгом V в своем, этом самом, в английском теперь новом королевстве. И почему они получили в 1917 году свою фамилию Романовую? Потому что Рома, Рима, это называется щель. Но только щель, не просто щель, а вот это граница Земли, граница, которая является точкой отсчета всей Земли, то есть от нее отчитывалась вся наша измерительная ситуация по отношению к нашей планете. Часовые пояса, географические расстояния, ну и тому подобное, подобное. Ну и, естественно, обладание тем самым пулковским меридианом, или вот этой римской чертой, оно давало этому государству определенные и деньги, платили какие-то, видимо, взносы, ну и, естественно, на влияние на другие страны это тоже каким-то образом положительно проявлялось. Поэтому сегодня, когда перенесли пулковский меридиан в Гринвич, и сделали его Гринвичским меридианом, мы видим, что Англии доминируют. Там появился род Виндзеров, из нашего Романовского он стал их местным английским. Состоялось это в 1918 году, Виндзеры появились, из нашего Николая II, Георг V. Причем тот, кто в это раньше не верил, в этим прошедшим летом, не нынешним, а прошлым, все это вам подтвердилось наглядно. Когда Гоша Гогенцолерн стал жениться на Ребекке, и в результате оказалось, что после свадьбы она совершенно не Ребекка, а там какое-то у нее другое имя, к сожалению, забыл, я и не запоминал. Вот и получается, что, я уже много раз об этом говорил, когда Гоша со своей женой приезжает, например, в ту самую Испанию, ему кричат «О, Гоша! О, Ребекка! Привет вам всем!» А когда он возвращается из испании суда, в Москву, ему говорят «О, Гоша! О, ну как там ее по-русски там называют? О!» То есть получается, у него либо две жены, как нам историки напишут, я так думаю, что так и будет, что у него будет две жены, и он жил как бы типа на два дома. А в реальности просто, когда его Ребекка переходила из иудаизма в православие, она получила просто православное имя, как второе. Вы вспомните, сколько у этих европейцев имен, там же и у американцев тоже. Там же целый километр, выбирай любое. И можешь одного человека называть разными именами целые сутки, и никто тебя, как говорится, все равно не поймет. Так вот, остров Змеиный, он как раз и был местом привязки вот этого самого пулковского меридиана. А почему его отвязали, там ситуация вот какая. Вы знаете все, что у Земли есть экватор. Он делит Землю сферического вида пополам, ну то есть вот по ее форме. А также Земля наша наклонена на 23,5 градуса своей осью к плоскости эклиптики. Так вот, плоскость эклиптики Земли, она пересекается с плоскостью экватора в двух точках. Эти две точки пересечения проявляются в дни весеннего и летнего солнцестояния. Выгибается эта синусоида на лике Земли вверх тогда, когда в северном полушарии лето, а вниз, когда в северном полушарии зима. И вот эта синусоида и эти точки, они двигаются по экватору из-за того, что у нас есть явление прицессии оси Земли. Со скоростью один оборот вокруг Земли, вот эта точка проходит равноденствий, точка равноденствий, она проходит за 25 920 лет за период прицессии того самого бога Велеса, в которого тыкают этим самым копьем те самые другие боги. И вот эта точка, она уходит постепенно, каждые 2000 лет смещается на 30 градусов. Между Пулковским меридианом предыдущим и Гринвичем примерно 29,5 градусов. И я думаю, что когда они переносили этот, я об этом уже писал еще тогда, несколько лет тому назад, когда переносили Пулковский меридиан на новое, на английское, на гринвическое место, то они и имели в виду то, что они меняли ту самую эру. И вот они показывали, что прошло 2000 лет, что со времени того, как это самое копье того Христа, который был прикован к этому Санкт-Петербургу, оно было явлено в виде Пулковского меридиана, когда оно вот прошло 2000 лет своего времени существования, теперь его надо перенести в ту самую Англию. Вот что было. А сейчас, похоже, на острове Змеиной проявляется новый подход к астрономии и географии. Потому что я, например, считаю, что наша Земля не сферическая. Это была одна из гипотез, которая какое-то время просуществовала. А сейчас, на мой взгляд, наша Земля, она примерно, ну, как-то в форме какой-то чаши. Может быть, вот такой более плоской, а может быть, и вот такой, как кубок, который дарит на все спортивные соревнования. Это как раз показывает, что ты герой. Герой происходит от слова гера – земля. А герой – тебе и кубок в форме самой геры. То есть, вот тебе кубок в форме чашообразной Земли. И он дарился всегда только таким. Никогда плоский кубок никогда не дарили. Всегда только чашу. И все эти жертвенники с огнями, точнее, все эти вечные огни, они тоже всегда олицетворяли собой эту самую чашообразную Землю, в центре которой тот самый огонь Солнца, который происходит набором электромагнитных излучений. Так вот, в этом смысле, видимо, есть какие-то новые данные, может быть, они космические данные в результате посещения космоса, что остров Змеиный и старая форма пулковского меридиана, может быть, она ближе, ближе к реальности, потому что это все-таки строилось веками, а сегодняшний английский, гринвичский меридиан, он был построен вот буквально там на кончике пера в конце XIX века. Кому-то пришло в голову, у них там небольшое начальство подпрыгнуло и стало выше всех, ну и взяли, перенесли всю науку, всю астрономию, которая тогда и зародилась в те времена, и все эти выхлопы положительные в виде нового меридиана. А сейчас хотят вернуть все это в исходное, что нет, вот должен быть пулковский меридиан, он должен проходить через Санкт-Петербург, остров Змеиный и через все эти священные объекты, которые располагаются в том самом Египте. Вот на мой взгляд, украинские события сегодня больше своей подоплекой имеют все вот такие духовно-специфические вещи. И сегодня уже некоторые комментаторы начали говорить об острове Змеиной, который обладает тем самым копьем. Знакомые мои комментаторы мне уже доложили, сообщили, я бы хотел, чтобы все-таки они, вы, я к вам обращаюсь, говорили, что я являюсь первооткрывателем этой стороны и опубликовано все это в книге в моей «Русско-Китае» и в нескольких многочисленных по экземплярам статьях, которые были, с рисунками, с картинками. Все-таки авторское право надо соблюдать, и нужно всегда об этом помнить и говорить, а то иначе получается так, что присваивайте мои открытия, присваивайте себе, а это нехорошо. Так вот, чтобы закончить на полезной, как говорится, положительной ноте, я вам еще раз сообщу, что острове Змеиной является на сегодняшний день по одной из версий пупом Земли. Что там внутренне, неизвестно. Может быть, это такой пуп, через который можно залезть туда внутрь Земли, а там ты попадаешь на все эти расходящиеся в разные стороны туннели древние, которые были прокопаны в какие-то времена, связи столиц между собой. Ведь какую-то функцию на него возлагали, когда он был на самом этом пулковском меридиане. Тогда ведь что-то там внутри делали, снаружи-то ничего, маяк поставили и все. А вот внутри, поскольку он был в системе религиозных верований в Землю, то есть богиню Земли в Геру, то там, конечно, внутри необходимо было создавать какие-то, возможно, подземные храмы, подземные хранилища какие-нибудь, типа супербиблиотек, каменных каких-то извояний. Может быть, туда переместили царство Кощея, где стоят или сидят или лежат материальные заготовки людей, как вот в сказке Буратино. Берут такой одно полейница, вдувает в него душу. И побежал Буратино своим этим колевым везде лазить и становиться тем самым живым человеком.